Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! Я всех вас рада приветствовать! Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. И также мне пишите запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Меня попросили сделать расклад 11 сентября. 11 сентября 2001 году весь мир увидел, как два огромных здания Всеверного торгового центра рухнули в Нью-Йорке. Террористы угнали самолет и направили на эти здания. Также рухнуло здание Пентагона. Еще один самолет был туда направлен. То есть это уже третий самолет. Это было в Вашингтоне. И еще один самолет упал в поле Пенсильвания. Кстати, могу сказать, что как раз-таки вот в этом вот четвертом самолете там люди, они прям стойко сражались с террористами. И вот эти события 11 сентября унесли почти 3000 человек. Это, конечно, трагедия. И вот, кстати, интересно, как такое могло произойти. А помешанной на безопасности стране, ну, могу сказать, что ближневосточные террористы действовали по указке Усама Ген-Ладена. А сам он как раз-таки скрывался в пещере Афганистана. Это, ну, такая официальная версия. Все-таки есть еще неофициальная версия. Вот я сейчас посмотрю, кто причастен. Группировка Аль-Каида, которая как раз-таки угнала 4 самолета и совершила этот теракт, да? Или здесь хитро все-таки разработанный план спецслужбами при содействии политиков и средств массовой информации. Вот сейчас я посмотрю, что же это все-таки. Что же это все-таки? Это террористы? Или это что-то еще может быть? Сейчас посмотрим. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео номер телефона. Первое. Кто причастен? Группировка Аль-Каида? Или же здесь хитро разработанный план спецслужбами. Так, посмотрим. Давайте. Так, старший аркан Мир перевернутый. Да, и прямо здесь Бен Ладен, это тот сам Бен Ладен вышел. Вы знаете, события роковые, жертвы. Но я вижу здесь закрыт путь. Нет перемещения. Да, мир перевернулся. Действительно, это всемирный шок был у всех людей. Здесь идет распада. Запричиненное зло когда-то, когда-то. Разочарование. Нет, вот, знаете, я не вижу здесь движения. Здесь апатия. Карта бездействия. Понимаете, вот, человек сидит. Но другой человек взял ношу на себя. То, что, кстати, начиналось с туза жезлов. Как идея, с огромной энергией. Как раз-таки они создавали вот эту группировку, где главным был Усама Бен Ладен. А теперь это все разрослось в массу обязанностей. Это тяжесть. Это взяли ношу. И я вижу, что эту ношу они взяли не свою. Это идет как испытание. Навязывание. Вот, да, это злодеяние оправдывается некой высшей правотой. Ну, как они считали, да, это же они там фанаты. Знаете, это вот еще есть такое вот по десятке. Это вот последняя соломинка ломает спину верблюда. Есть такое выражение. А как раз-таки здесь выпадает Усама Бен Ладен. Он как будто вот это все на себя взял. Здесь, опять-таки, какая-то погоня может быть за миражами. И, кстати, он, конечно же, по Королю Кубков он здесь, знаете, как капитан вот этого вот корабля, да. Ну, давайте посмотрим, что. И здесь старший аркан. Старший аркан. Умеренность в перевернутом положении. Старший аркан маг. Слушайте, ребят. Смотрите. Разрушение идет семьи, да, по умеренности. Но здесь это тоже, можно сказать, разрушение, да, то, что долго очень создавалось. Разрушение зданий, разрушение дома. Энергетический дисбаланс. Патовая ситуация. Неправильный подход. Враждебность по отношению к людям. А помогу. Это повелитель четырех стихий. Это активность. Это начало именно какого-то дела. Здесь задействованы профессионалы высшей категории. Со спецподготовкой. Здесь также чудеса техники. Это карта действия. Это союз. Кстати, ведь террористы-то, аль-Каида, легально въехали в США. Многие из них были знакомы ЦРУ. Знаете, что здесь? И по семерке кубков. Разоблачение. Разоблачение. Был обман. По-прямому. Был обман. Были иллюзии. Да? То есть иллюзии, как будто людям навязывали вот это воображение. Время пройдет, и все увидят. Все, все-все узнают. И вот эта вот слепота, она пройдет. Так, я еще посмотрю еще какое-то дополнение. Хорошо. Какой был все-таки мотив всему этому вот огромному разрушению, огромному жертвам? Какой был мотив? Мотив-то должен быть, и давайте посмотрим. Может быть, мы и увидим как раз-таки по мотиву, что же там такое на самом деле-то могло такое произойти, да? Ну, давайте посмотрим. Мотив. Так, мотив. Так, мотив. Мотив. Так, мне надо посмотреть здесь дополнение. Ох, это что-то было связано с какими-то крупными деньгами. Здесь как что-то все равно какая-то вот есть в этом вот... Нужны были жертвы. Смотрите, смотрите, что происходит. Старший аркан шуб перевернутый. Старший аркан солнца перевернутый. Старший аркан повешенный. В прямом положении. Знаете что? Нужны были эти жертвы. Нужны были для какого-то, опять-таки, дела. Могу так сказать. Ведь что потом дальше происходит? США вторглась в Афганистан и напала после этого на Ирак. Ведь Усама-то Бен Ладен не сразу взял ведь на себя. Он официально только, по-моему, в октябре месяце объявил, что это их группировка Аль-Каида причастна к этой трагедии. Нет, нет, нет. Я здесь вижу очень массовый сговор. И нужно было менять что-то в системе. Ну, во-первых, много что изменилось во всем мире, да? Ну, и как будто вот эти жертвы были нужны, необходимы для каких-то, опять-таки, своих безумных целей. Вы знаете, вот я, конечно, не то, что я прям там ненавижу США, но могу вот, понимаете, я то, что вижу, то и говорю. Конечно, это сговор политиков и средств массовой информации вместе со спецслужбами. Вот то, что я вижу. Понимаете? Вот, ну, я вижу это так. Они, конечно, не безгрешны. Они-то отворили злодеяние Аль-Каида. И это запрещенная группировка. Так, какая у меня еще будет информация? Перевернутая колесница. Слушайте, опять старшая аркана. Перевернутая колесница. В прямом положении иерафанта перевернутые. Нужно было свергнуть предводителя, ну, не предводителя, в Раке нужно было свергнуть на тот момент. Там был президент, как его, господи, которого в итоге-то казнили. Его, по-моему, повесили. Вот все, из головы все вылетело. Понимаете? Вот такое тоже бывает. Это хитро сработанный план. Понимаете? Вот то, что я вижу. Проявление огромной жестокости. Для того, чтобы что-то поменять в своей системе. И навязывание идет своих идей, своего видения. Это все равно все делается с указкой, опять-таки, глобалистов. Как хотите. Вот это я вижу так. Потому что все хотят держать только под своим жесточайшим контролем. Где надо кому-то, как говорится, перекрыть кислород, перекрыть все пути, свергнуть, как говорится, президента, вторгнуться, завоевать. Они в Афганистан вторглись. Они же, по-моему, бабахнули по тому месту, в пещере, где находился Усама бен Ладен. Ну, это официальная такая версия. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Забыла я президента Ирака, которого казнили. Как вот так у меня из головы вылетело. Ну, такое тоже бывает. Если к данному раскладу у вас есть, конечно, комментарии, пишите, пожалуйста, свое видение этой ситуации. Берегите себя, берегите своих детей. Я желаю вам мирного неба над головой и крепкого-крепкого здоровья. Любви и счастья вам всем!